...свети по свету чудесной мирности, предстоящего сверху в твоей полиции боносной, и избавления, ни сего покушения, это на хвосте, и благодарни, и пием Богу, аллилуйя! Видишь, что здесь? Синейте, это срок. А что такое срок? Самая регулирующая организация, но это не разрешение. Тут нет ни разрешения, ни ордера, ничего. ...объявшее просвещение истины от нашего... ...которое находится здесь незаконно. Они могут тут загорать, я откуда-то знаю. Как, загорают? Да, вот они там с плакатом загорают. Секунду, еще раз вам читаю, статью 16, пункт 2. Перечень мест, где могут проводиться религиозные мероприятия. В культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания. Во всех остальных случаях требуется, в соответствии с федеральным законом номер 54 о порядке проведения митингов, согласование, получение разрешения от префектуры. Вы прочитайте, не буду вам отдавать. Может быть, я вам придется еще кого-то отормлять юридическими знаниями. Ознакомлюсь. Нет, вы должны сейчас принять меры ознакомиться. Вы должны сюда приехать со знанием закона. Вы участковый? Вы участковый. Вы сказали мне, что вы не знаете закон номер 54 о вашем мероприятии. Я вызвала. Уже вызвали от полиции? Но я еще раз не помешаю. Вы действительно не знаете закон о вашем мероприятии? Я не понимаю, что вы не знаете. Мы находимся на незаконном мероприятии, который вы должны пресечь. Вы его не пресекаете. Подождите, они считают, что они не проводят массовые мероприятия. А что они проводят? Мы считаем, что тут происходит типичное массовое мероприятие без разрешения. Я так считаю. Вы представитель закона в этом городе и на этой территории. Что вы считаете? У вас есть свое мнение? Вы же должны, у вас есть, в соответствии с законом о полиции. То есть у вас нет. Понимаете, ваше дело вот здесь, так сказать, не допустить скопления граждан и не допустить провокации, которые здесь имеют место уже. Вот тут товарищ ходит и нарывается. А вы зачем скопились? Вот ваше дело, значит, я выполняю свою работу. Вот вы кто интересный? А вы кто? Я строю храм, я здесь. А вы строите храм? У вас есть разрешение на строительство храма? Вы представитель закона. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Вот я представитель прессы. Вот мои. Очки не хочется снимать. Подойдите к батюшке, пообщайтесь. Какой батюшка? Какой батюшка? Я нахожусь на фоне массового мероприятия, которое происходит сейчас, без разрешения в парке Торфянка. Здесь собралось человек 50, 40 у них написано. Эта организация нигде не зарегистрирована, как религиозная организация. И ведут себя очень агрессивно. В соответствии с последними поправками в закон о свободе совести, любые религиозные мероприятия требуются разрешения властей на проведение такого мероприятия. И ничего этого нет в письме. Здесь присутствует у местного участкового Месиковский Геннадий Геннадьевич, который ни с кем не хочет разговаривать. Который сказал, что он не знаком с удержанием федерального закона номер 54 о порядке проведения массовых мероприятий. И он считает, что когда собирается 50 агрессивных человек в странной униформе, это нормально для города Москвы. Дешевые законы распечатали. Так я понимаю, что полиция никаких мер принимать не собирается, да? Это общественное мероприятие, не надо никакого хоум-видео. Я представитель прессы. Вы проиграете все. Это не ваша страна, вы бесы. Здесь будут православные крамы. И не мечети. Здесь не могу, но здесь не нужно. Да все, пишите, пишите. Да пишите, пишите. Потому что мы страна православная. У нас мечети можно на Кавказе построить. А в Москве нам мечети не нужны. У меня есть свидетельство о рождении, что у меня мама и папа русские. Что я родился в России. И что моя вера... И это дает вам право говорить за 150 миллионов граждан? Нет, не дает. Но 150 миллионов граждан, если не согласны, могут пойти в суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сейчас уделить вам. Здравствуйте. Незаконные мероприятия с провокациями, с бездействием полиции. Полный набор. С экстремистскими. С экстремистскими лозунгами. Россия для русских и так далее. Вы покажите, кто это комментирует. Надо выезжать, мы сейчас не все живем. Я вас точно не знаю. Конечно. Вадим, ответ. Сейчас мы подъедем в главу управы. Сейчас подъедем. То есть что, так есть здесь устная договоренность некий, да? Полиция, первозаместитель, он вам дает. Руки. Полиция, полиция! Что там такое? Полиция, это драка! Что-то толкает. Полиция! Он меня толкнул, нанес мне телесное... Я хочу написать заявление, пожалуйста. Прошу его задержать, отвести. Прошу, пожалуйста, его задержать, отвезти в отделение полиции. Буду писать заявление на него, прошу. Вот, смотрите, что делает. Провокатор. Самый настоящий провокатор. Тут провокация идет, а вы стоите. Человек в погоне. У нас заявление дадут в банк на опеку. Сотрудник полиции. Еще раз пропозже. Заявление, что делает. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Происходит, что происходит. Заявление. Прошу или закон. Пожалуйста, задержите, поехали в ваше отделение, я напишу там заявление. Что вы делаете? Загрудная 33. Пожалуйста, задержите данных провокаторов. Загрудная 33. Заявление напишите. Пойдемте, напишем. Загрудная 33. Пожалуйста, задержите. Пойдем вместе. Сотрудник полиции, я вас прошу задержать данного человека. А я спрашиваю, он с вами не следит и вам еще указывает, что делать. Вы молодой человек, наверное, переботали что-то, да? Пожалуйста, извините, я напишу в отделении, после того, как вы задерживаете данных провокаторов, которые свои руки толкают. Своё руки толкают, естественно. Вот у нас, вот у нас. Толкают руками, высказывания у них не очень, кстати. Как вы толкаете? Я видела, как толкаю. Видела, вот он. Вон, 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 вон. Толкаю. Да ладно, он подожжал вот так вот, нему. Нет, а там уже синяк. Смотрите, какой... У нас даже полиция не может принять никаких мер. Разве это полиция? Меры должны быть обоснованы. А вы стояли тут и молчали. Я вас просил подойти, пресечь это. Вы здесь стояли. Камера есть, свидетели есть. Хорошо. Я против, а есть. Против. 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 Да. А ваши вообще кто? Так, прошу прощения, вы здесь старший? Я начальник отдела внутренних дел. Начальник отдела внутренних дел. Пойдёмте со мной. Пойдёмте. Моя фамилия Гричанинов, я журналист. Только что... Ну, наверное, если здесь происходит нарушение порядка. Масло и мероприятие. Масло и мероприятие. Вот только что товарищ спервацировали. А при... 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 при работнике полиции... И он не захотел... Сейчас разберутся. Давайте разберутся. Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Фамилия Кузнецов. Помощный депутат. Московская городская дума. Заберите Николаев. Да. Наверное, вам уже рассказали, что здесь происходит. Незаконное мероприятие православной организации. Да. Вы говорили с батюшкой. А также здесь присутствуют провокаторы. Самые настоящие. Которые окружили меня. Ударили меня в эту область. Где он? Покажите. Уже ушел, да. Я обратился к сотрудникам полиции. Абсолютно никаких мер не приняли. Нет. Просто отошли. Сыпались. Угроза, что мне плохо будет жить. Я житель этого района. Могу опасаться на свою жизнь. Побои обязательно с ним. Мы готовы к 38-летию. Мадаму сотрудничать. Я просил, значит, задержать и отвезти в отделение данных личностей, которые оскорбляли. У них высказывания не очень, так сказать, культурные и экстремистские, я могу сказать. Да. Разжигают. У нас конфликт, наверное, такой уж, как у него в районе. Потому что высказывания абсолютно оттуда. Оттуда или оттуда. Я член партии Российской Федерации. Сейчас, да, извините, кричали коммуниаку на геляку. Это, я считаю, просто у нас, в Российской Федерации, это ненормально. Я прошу задержать этих людей, отвезти в отделение. Я тоже туда проследован и пишу заявление. Всё, прошу. Пожалуйста. Я вас услышу. Пожалуйста, задерживайте. Ваш сотрудник полиции. Вот он, товарищ, это стоит. Никого не боится. Подполковник и милиция не боится. Он не скрывается. Не скрывается. Что ему скрывается? Он, знаешь, что вы ему делаете? Можно я добавлю? Да. Значит, вот это вот, видите, организация, полуфашистская символика, чёрная, красно-белая, называется 40-40. Они нигде не зарегистрированы. Никакая нигде. Узна организация никакая. Только что вот один из этих аварий, он представился как Катанаев Иван Михайлович, говорил такие тексты, что Россия не светское государство. Он не признаёт. Они не признают наших мститов уже. Мусульмане убираетесь. У Путина издаёт дурацкие законы. Дешёвые, как он выразился. Что у нас не будет ни мусульман, ни евреев. Останутся только русские. Я вижу в этом все признаки состава преступления. Это всё есть в камере. Нам бы хотелось ещё установить личность вот этого человека, который нанёс побольше. Да. Помощницу депутатов. Да, да, да. Это мстители... Я с ним уже побеседовал. А, вы что? У нас тоже есть. Нет, у нас нас же есть. Может, у вас прямо в лагранке хранится? Надо идти ударать. У нас всех в лагране хранится. Ну, там невероятное заявление будет. Будем разбираться. Пожалуйста, покажем его. Вот это, товарищи. Вот это. Встречное будет написать. Рассказание. Живо Райкс. Хорошо. А основания какие? Основания какие? Задержит по... Задержит по... Задержит по... Ну, конечно, вы все они. Не было такой. Не кричите, пожалуйста. А можно спокойно разговорить? Он по 306 не расписывался. Можно спокойно разговорить? Сейчас все пойдёте в отдел внутренних дел, все распишемся по 306 и 307. Задержит по... Задержит по... Задержит по... Задержит по... В отношении вас поступило заявление. Где это заявление? Вот здесь люди, которые... Усные обращения, это такое же заявление. Оно предусмотрено законом. Как наша фамилия. Скажите, пожалуйста, наше законодательство разрешает проводить молебны не в местах паломничества. Понятно. Просто факт. Вы с какой целью интересуетесь? Это интересно. Мы сейчас разберёмся со всеми вопросами в соответствии с федеральным законодательством. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, я вот вам... Мы сейчас разберёмся. Пожалуйста, секунду. Да, пойдём. В отдел, да? Пошли. Пойдём в отдел? Конечно, пойдём. А как же? А? А вы со мной в отдел? Конечно, а как же? Ну, конечно. Вот я сейчас угуляю твоя запаха. Пой... Давай, давай... Пой, давай, давай! Продолжение следует...